Цифры неутешительные, заболеваемость высокая, ситуация с ковидом все больше настораживает. Темпы госпитализации не замедляются, увеличиваются. Количество вызовов на дом и количество вызовов скорой медицинской помощи увеличиваются. Что, собственно говоря, отражает вот эту общероссийскую тенденцию. И свидетельствует об особенностях, о которых мы уже ранее неоднократно говорили. В особенностях именно ковида, вызванного штаммом Дельта, а он основной поставщик третьей волны, это высокая доля тяжелых случаев. Врачи говорят, что штамм Дельта коварен и малопредсказуем. Начало болезни можно или вовсе не заметить, или списать на обычную простуду. Поэтому любой признак нездоровья должен насторожить. В течение коронавирусной инфекции, вызванной штаммом Дельта, они принесли определенные особенности. То есть, например, стало меньше регистрироваться случаев с утратой обоняния по сравнению с второй и первой волной. Но стало больше регистрироваться случаев с манифестацией в виде кишечного синдрома. То есть появление диареи, боли в животе, тошноты. Я должен акцентировать ваше внимание на том, что каждый случай простудного заболевания у человека, который находится в очаге пандемии, а мы все находимся в очаге пандемии, должен рассматриваться априори как случай течения коронавирусной инфекции до того момента, пока не будет доказано иное, что ее нет. Тем временем показатели по прививкам от ковид остаются невысокими. Сегодняшнюю ситуацию, по оценке медиков, может изменить только тотальная вакцинация. Для достижения, все-таки для выполнения задачи, для того, чтобы прервать этот маховик пандемии, мы уже должны говорить и даже не о 80% вакцинации взрослого населения, а о 100% вакцинации взрослого населения. В нашем случае, в случае нашего городского округа, это цифра 177 тысяч человек. В первой группе риска по-прежнему пожилые люди с хроническими заболеваниями. Не устанем повторять, это наиболее уязвимая часть нашего населения. И даже сейчас, когда на третьей волне, в принципе, доля лиц молодого среднего возраста, которые в тяжелой форме переносят ковид и которых мы наблюдаем в своем стационаре, увеличилась. Но тем не менее, абсолютно преобладает все-таки доля лиц среди всех неблагоприятных сходов пожилого старческого возраста с коморбидной патологией. Потому что в случае, конечно, не дай бог, возникновения новой коронавирусной инфекции у лиц с таким сочетанием, с таким набором, скажем, исходных данных, риск неблагоприятного, тяжелого течения и неблагоприятного исхода, он в разы превышает среднестатического, среднего человека здорового, скажем, не имеющего каких-то хронических заболеваний. Вакцина «Спутник Ви» по оценке врачей и ученых на сегодняшний день остается самой лучшей из всех созданных в мире. По крайней мере, от тяжелого течения ковид она защищает. Но штамм вируса ковид мутирует быстрее, чем ожидалось. Появляются новые симптомы его проявления. Что же делать, если самочувствие ухудшилось, если сданный по собственной инициативе тест ПЦР оказался положительным? Есть контактный телефон для связи, который позволяет оперативно реагировать. Он у нас на официальном сайте сообщен, 926-354-40-60, где дежурный администратор из числа заместителей главного врача, они в круглосуточном режиме занимаются руководством, скажем так, вечерние и ночные часы, выходные и праздничные дни, всех процессов в учреждении. И в том числе дают информацию справочную, реагируют на какие-то обращения там, где это требует ситуации. В общем, есть телефон для обратной связи, который не просто то, что называется, вас послушает, но и сориентирует, как действуют в той или иной ситуации. Температура, ощущение нехватки воздуха, желудочно-кишечные проблемы, особенно если это все вместе, повод и самоизолироваться, и вызвать врача или скорую помощь. Они обязательно приедут. Ирина Максимова, Антон Каврижных, программа «События». Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...